Итак, страх – инструмент моей психики, как молоток в моих руках, и моя задача – научиться им управлять. А что? Разберем самый очень распространенный, например, я, мой страх и болезнь. Треугольники. Я вот здесь просто профессионал, потому что я расстановщик, и когда человек приходит, я расставляю. То есть мы берем страх как объект. Например, страх – это собака. И вот мы видим, например, я стала жертвой страха за болезнь. Например, у меня где-то что-то колет, и я постоянно боюсь, ой, не дай бог, там, как у бабушки инсульт случится. Или там, ой, не дай бог, деньги украдут. Ой, а вдруг деньги. А мы знаем, что страхи, они реализуются, потому что мозг не может долгое время быть напряжением, поэтому ему легче реализовать это, чтобы уже сбросить напряжение. Итак, смотрим треугольник. Я, например, страх и болезнь. Вы здесь можете подставить, например, измена мужа. Что еще там? Что я останусь без денег? То есть тут разные моменты. Деньги, например. Ну, давайте разберем один из распространенных. Я, страх и болезнь. Смотрите, я становлюсь, например, жертвой болезни. Что-то болит. И у меня есть страх. И вот страх становится преследователем, чтобы я спасалась от болезни. То есть страх выступает инструментом, моим инструментом, чтобы спасти меня от болезни. Вот тут как раз мы понимаем, что он инструмент. Он гонит меня, мой животный инстинкт, мой инстинкт самосохранения в том, чтобы я шла в другой треугольник, вы о нем уже говорили, в исцеление. И вот страх выступает вот этой вот сторожевой собакой, которая начинает гавкать на меня и говорит, давай, давай что-то делать, хватит сидеть, давай пойдем к врачам, давай там будем пить какие-то лекарства, давай там что-то делать, давай вот это делаем, давай вот это будем делать, давай вот это будем делать. И вот смотрите, как происходит этот процесс. Страх начинает управлять человеком и гнать его к врачам. Но чем больше человек сопротивляется, например, он боится врачей, берем, например, стоматолога, вот очень элементарная тема стоматолога, я на днях работала с женщиной, у нее огромная дырка, но она боится стоматолога, и она тут даже полгода не идет. То есть, с одной стороны, есть страх, что этот зуб вообще раскрошится, с другой стороны, есть сильный страх идти к стоматологу. И вот эти два страха, а что такое страх? Страх – это желание. Вообще, сам по себе страх – это желание. Это желание не пойти к стоматологу, потому что страшно, я останусь без зуба. И вот в этом треугольнике, когда мы доносим до своего подсознания роль каждого из них, мы делаем расстановку, и человека попускает. Знаете, что такое страх? Это напряжение, это стресс по большому счету. Человек находится в постоянном напряжении. Просто говорить «не бойся, иди к стоматологу», это не работает. Поэтому я делаю всегда расстановки.